В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я Татьяна Захарян. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Заседание рабочей группы по парку «Юность» не состоялось. Мэр не распорядился подписать соответствующее распоряжение. Аварийный дом на улице Ольгевской может рухнуть в любой момент. ЖКС отказывается делать ремонт даже за счет жильцов. Знаменитому одесскому спортивному клубу «Мангуст» исполнилось 15 лет. А теперь об этих и других событиях подробнее. Обрушение дома с человеческими жертвами на улице Ольгевской еще не случилось, но может произойти в любой момент. Старинное здание находится в аварийном состоянии. Жильцы делают, что могут. ЖКС работать не хочет. Даже за отдельную плату. Жильцы дома номер 24 по улице Ольгевской обращаются в свой ЖКС несколько лет. Флигель во дворе покрыт трещинами. На него страшно даже смотреть. А жить в нем так и подавно. Когда вокруг тихо, внутри слышен треск оседающих стен и перекрытий. Единственное, чего добились жители – установка маячков. Но от этого безопаснее не стало. Начатый в квартире первого этажа ремонт пришлось приостановить. Рабочие боятся трогать потолок. Он готов обрушиться вместе с полом второго этажа и стоящей на нем мебелью. Разрушению дома способствует постоянная сырость в подвале. Когда-то тут был дворовой туалет. Сточный колодец до сих пор не закрыт. Старый ракушечник хорошо впитывает влагу и рассыпается. Жильцам пришлось за свой счет менять трубы. Но одной заменой труб здесь не обойтись. Жители предлагают ЖКСу в счет квартирной оплаты сделать другие работы. Коммунальщики палец о палец не ударили. Ничего не можем добиться. Падает потолок у меня. Стоит на подпорах. Я не могу его и сделать, потому что нужны документы укрепительные какие-то ходить собирать. Второй этаж тоже падает потолок. Я сейчас с ребенком. Ребенок вынужден жить у знакомых, потому что я его боюсь сюда привезти. У меня в квартире. Я вон на втором этаже. Там у меня тоже трещины какие-то. В маленькой тоже комнате там выходит. Там тоже падая упала с потолка. Все трещит. Что я могу сделать? Вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности, ЖКСовские бездельники решили оштрафовать хозяйку квартиры за то, что она своими силами пытается спасти дом. Я сама пришла в ЖЭК. Мне говорят, ах, вы пришли, идемте мы оформим вам повесточку. Я говорю, ну хорошо, на что? У вас вниз мусор есть? Он уже убран. На тот момент пятница это был. Он убран. Говорю, да был. Чего врать? Да был. Это 20 мешков. Ну я вам покажу сейчас этот мусор. Мне дали сразу эту повестку, что я должна заплатить штраф. Потом говорят, мы вам выпишем сразу штраф. Я говорю, а где здесь штраф выписаться? Я говорю, я пойду в администрацию. И там мне уже скажут. Но так будет удобнее, если вы получите на руки сейчас штраф, там 529 гривен, если я не ошибаюсь, заплатите и пойдете в райадминистрацию с этим штрафом. Чтобы признать дом аварийным, необходимо заказать строительную экспертизу. Стоит это удовольствие 30 тысяч гривен. В ЖГСе говорят, если вам нужно, сами и платите. Хотя проводить экспертную оценку муниципальной собственности должен собственник, то есть департамент городского хозяйства. Беспредельная наглость коммунальных чиновников даже по нынешним временам ни в какие ворота не лезет. Если ЖКС не делает ремонт в муниципальном доме, то должен хотя бы предоставить машину для вывоза строительного мусора. Что же остается делать жильцам? Ждать, пока потолок упадет на голову или ночевать на улице? В департаменте городского хозяйства чувствую себя спокойно. Ведь жаловаться на них некому. Так называемая мэрия во главе с гражданином Трухановым своих людей всегда прикроет. Александр Ревиноградов, Сергей Коняхин, телекомпания КРУХ. О будущем городского электротранспорта говорили сегодня профильные чиновники мэрии. На повестке дня модернизация и получение дополнительной прибыли и участие в тендерах на этот вид деятельности. Кроме того, снова обсуждался вопрос кондиционирования в электротранспорте. Наступит ли у одесских трамваев и троллейбусов «Счастливое завтра» в нашем сюжете. Что вы знаете об одесском электротранспорте? Да, об этих громыхающих, скрежещущих, искрящихся и дымящих время от времени вагонах. Это только на первый взгляд они такие убогонькие. На самом деле они уже давно находятся в процессе модернизации. Вот-вот и наступит эра полного трамвайно-троллейбусного благоденствия. Не верьте глазам своим, верьте чиновникам мэрии, на полном серьезе утверждающих, что в Одессе запущена серийная модернизация вагонов. А модернизированный вагон – это на 90% новый вагон, только гораздо дешевле. Из БУ там только терешка. А полный цикл возможен? Полный цикл – это уже новый вагон. То есть, если мы говорим о создании нового вагона, это совершенно не те тех условия. То есть, это очень много бюрократии. И, в принципе, нам, как ЭТКП, в этом нет смысла. То есть, нам есть, что модернизировать. И фактически на выходе мы получаем, я еще раз повторюсь, на 85-90% новый вагон. Больше всего пугает, что модернизировать наши чиновники собираются не только одесский, но и украинский электротранспорт вообще. Главный по трамваям Дмитрий Жеман так и заявил, мол, уже сегодня есть ряд запросов из других городов, потому что предлагаемая цена одесских умельцев конкурентна на рынке. Цена, конечно, может и конкурентная, но, честное слово, глядя на одесские вагоны, в конкурентность их, как вида транспорта, почему-то не веришь. Но только захотелось помечтать, как одесситы, сидя на целых креслах модернизированных вагонов, будут смотреть застекленные модернизированные окна и, держась за модернизированные поручни, передавать за проезд модернизированному кондуктору, возникла тема кондиционирования вагонов и тут все очарование, так сказать, пропало. По словам Дмитрия Жемана, кондиционирование салона для пассажиров в одесских реалиях – вопрос неоднозначный. На сегодняшний день это такая неоднозначная тема, потому что, ну, во-первых, с учетом очень частых остановок, это эффект от них очень небольшой, а второе – есть жалобы как на то, что жарко, так и есть жалобы на то, что люди болеют. Еще больше неоднозначности к теме электротранспорта добавило известие о том, что с осени проезд в трамваях и троллейбусах подорожает до трех гривен. Хотя именно это утверждение не вызвало у чиновников никаких вопросов. Эпопея с парком «Юность» продолжается. После июльской прогулки по парку в компании местных активистов представители компании-застройщика и независимых специалистов в мэрии все-таки решили создать совместную рабочую группу для рассмотрения альтернативных вариантов проезда к жилому комплексу «Морская симфония». 3 августа состоялась встреча членов рабочей группы. В актовый зал Малиновской райадминистрации пришли защитники парка «Юность», поддерживающие их специалисты, представители мэрии и компаний-застройщика. Все было готово к началу заседания, если бы не одно «но». Решения этой рабочей группы пока не имеют никакой силы. Предложение какое-то, даже не предложение, а требование. Сейчас мы принимаем решение о создании рабочей группы, либо же инициировании создания рабочей группы. Это все передается на подпись к мэру, с нашими предложениями к персональным составам рабочей группы. После того, как распоряжение мэра подписано, опубликовано на сайте мэри, мы приступаем к работе. Только так. В итоге заседание так и не состоялось. Приняли решение, что группа начнет работу только после распоряжения мэра. Но, по мнению защитников парка «Юность», мэрия просто увиливает от создания рабочей группы. Департаменты и управление перекидывают ответственность друг на друга. Время постоянно затягивается. Ответ на обращение 900 граждан, которые подписались по требованиям к мэру Труханову дать разъяснение по поводу парка, до сих пор не получен. Все визы есть, все, все замыкается на начальнике ГАСКО Рябакони, потому что наши городские власти, я так понимаю, боятся подписать какую-то бумагу и дать ответ. Хотя все абсолютно в курсе, все визы. Четыре раза продлевались сроки. Я не знаю, было ли еще какое обращение граждан в городе, чтобы мэр четыре раза продлевал сроки. За последний месяц запросили массу всевозможной документации. Была интересная ситуация в управлении архитектуры. Пришел ответ о том, что документация, проект по морской симфонии утонули в феврале этого года. Рабочая группа, по словам общественников, будет создана только после распоряжения мэра, чтобы ее решения имели законный статус. Защитники парка будут настаивать, чтобы их людей было как можно больше и на ключевых постах, хотя бы секретаря. В ближайшие два дня защитники парка предоставят своих кандидатов в рабочую группу. А заодно скоро будет опубликован ответ управления архитектуры по поводу потопа. По словам общественников, там очень интересный список якобы утонувшей документаций по многим скандальным одесским стройкам. 15 лет исполнилось знаменитому одесскому спортивному клубу «Мангуст». За это время в клубе из мальчишек и девчонок выросли чемпионы Украины, Европы, мира по самым разным видам единоборств – грэплингу, панкратиону, боксу, смешанным боевым искусством. Как отмечали 15-летие клуба, его руководство, тренеры и воспитанники знают наша съемочная группа. Главной целью основателей клуба, рассказывают ветераны «Мангуста», было увезти детей с улицы, оградить их от вредных привычек, воспитать здоровых, сильных и полноценных членов общества. Спустя 15 лет руководство клуба может с гордостью сказать, поставленных перед собой целей они добились. Сейчас в клубе тренируется несколько сотен парней и девушек, многие из них уже титулованные спортсмены. Хотя тогда, 15 лет тому назад, мало кто верил, что сегодня клуб будет праздновать свой юбилей. Собрались и решили назвать спортсменный клуб, чтобы можно было воспитывать детей, так как осталось много людей, выброшенных на улицу. К сожалению, тренера многие уехали за границу, и как-то это нище осталось пустым. И вот потихоньку все думали, что мы год-два поработаем, и на этом закончится. Но, как видите, уже 15 лет мы эту нишу несем. Мы специализируемся по таким видам, как грэплинг, это вид борьбы с болевыми и удушающими приемами, и смешанные единоборства. И, конечно, параллельно ведутся тренировки по боксу, по борьбе, по тайскому боксу и более традиционным видам спорта. У нас много чемпионов Украины, много чемпионов международных турниров, есть чемпионы мира, Европы. Познакомился с другом, он меня привел в спорт, позже встретился с Романом Нодаровичем, тренером. И он меня, как сказать, поддерживал, направлял в нужное русло. Мне было интересное это дело, и я увлекся этим, и занимаюсь до сих пор. Достижение – мастер спорта Украины. Многократный чемпион Украины и чемпионат Украины, и победитель кубков Украины. В клуб я прийшла два года назад. Я начала заниматься сначала боксом, потом я пошла в зал борьбы. Просто захотелось попробовать что-то новое, но буквально из первых тренировок мне это очень понравилось. Я начала интенсивно тренироваться. Потом поехала на первую Украину. Я, конечно, немного сомневалась в своих силах, но мне удалось занять призовые места. Я привезла два золота и один серебро. Сегодня в клубе воспитывают не только парней и девушек, которые отстаивают честь нашей страны на спортивных мероприятиях и зарабатывают в Украине авторитет на международной арене. Когда стране потребовалась помощь настоящих патриотов, ребята не отступили. Я служил в 72-й бригаде, в разведроте. В АТО я по самому собственному желанию поехал. И с 2014 года по 2015 я был все время там. Вот совсем не романтика, так как на первый взгляд кажется, а все намного не так, как говорится. Но ничего, как бы этот мужчина должен быть воином. Воспитал двух чемпионов мира по молодежи, молодежка. Это в Венгрии, город Тамаши, рыбак Игорь, рыбак Александр. Они неоднократные чемпионы мира по панкратиону. Чистякова Мария, чемпионка молодежных игр. По поводу братьев, рыбаков, которых я назвал вначале. Сегодня как раз так совпало, что день рождения клуба и день ВДВ. Они сейчас офицеры, служат в воздушно-десантных войсках. Девиз нашего клуба «Никто кроме нас» – это у меня еще с армией. Никто кроме нас? Никто кроме нас, да. Девиз десантников. Мы каждый год обычно этот праздник отмечаем вместе с десантниками, вместе с нашей военной академией, с кафедрой десантников. В этом году мы к ним обратились так же, чтобы мы провели свой праздник, как и в прошлом году, позапрошлом году. Но десантники нам ответили, что мы вам обычно проигрываем каждый год, поэтому мы пока тренируемся. В день основания клуба его руководство на стадионе Одесского политеха наградило своих выдающихся воспитанников ценными подарками и наградами. Кое-кто получил удостоверение мастеров и кандидатов в спорту. Закончились торжественные мероприятия, как это водится у спортсменов, именно спортивным праздником, в котором участвовали все воспитанники клуба. И уже титулованные бойцы, и самые маленькие, у которых путь к вершине спортивного Олимпа еще впереди. Как известно, в Украине на право провести конкурс Евровидения 2017 сейчас соревнуются три города – Киев, Днепр и Одесса. Презентация последней состоялась около недели назад. Ну а пока специальное жюри определяется с двойкой городов-финалистов, одесские артисты записали видеоклип поддержку проведения конкурса именно в Одессе. Изначально претендентами на проведение самого известного европейского музыкального конкурса, кроме Одессы, были пять городов – Киев, Днепр, Львов, Херсон и Харьков. Последние три отеялись, остались три города, из которых теперь жюри будет выбирать двойку финалистов. Ну а пока суть до дела, одесские артисты записали песню и сняли клип, использовав в качестве первоисточника великолепную композицию группы «Квин» Богемская Рапсодия. И хоть перепеть потрясающего Фредди Меркури практически нереально, нашим ребятам удалось невозможное – спеть квиновский хит по Одесске, спеть про Одессу маму. Просто вспомните, как приятно приехать в гости к маме. Мама, твой час настав, ты должна быть, верю я, мама Евровидения. Мама, слышишь, мы так ждем, мы воду навесли, тебе поем. Мама, ой, какой шикарный вид, здесь даже Квин по-своему разлучит. Галилео, 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 Фигаро Матнифика. В записи приняли участие Анастасия Букина, группа «Дюк Тайм», Роман Русу Глощенко, Алик Шнейдерис, Игорь Царук, Феликс Шиндер и многие другие. Кажется, таким исполнением ребятам удалось презентовать Одессу лучше всех чиновников вместе взятых. Ах, Одесса, мама моя. И это все новости на сегодня. Далее информация синоптиков о погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.ком.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Хороших вам новостей, всего самого лучшего. Берегите себя и своих близких. Всего доброго, до следующей встречи в эфире. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова